Вот форвард, вот это настоящий форвард, да? Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается. Ушел из жизни Юрий Розанов. Легендарный комментатор, который в стареньких частях FIFA разрывал своими эпичными фразами, которые многие из вас, уверен, помнят до сих пор. И несмотря на то, что взаимоотношения Розанова с EA закончились давно и не самым красивым образом, его шедевры навсегда останутся в памяти поклонников серии. Угловой. Не хуже и не лучше других стандартов. Всегда достаточно опасно, но все-таки не так, как пенальтик. Одна передача за другой, мяч внизу. Техника на грани фантастики. Юрий Розанов умер в возрасте 59 лет. В январе 2019 года у него был диагностирован рак. В ноябре того же года комментатор вернулся к работе, продолжая проходить лечение. В июне прошлого года, в день своего 59-летия, он сообщил, что не собирается уходить из профессии из-за болезни. Голосом русской озвучки FIFA Розанов стал благодаря Василию Соловьеву. Именно Соловьев продавил своему другу Тони Уоткинсу, который возглавлял российское подразделение EA, идею сделать русскую озвучку игры. Уоткинс заинтересовался предложением Соловьева, но в ответ на это заявил, что ему нужен какой-то очень известный эмоциональный комментатор. Изначально предложения были сделаны Василию Уткину и Владимиру Маслаченко, но те скептически отнеслись к такой задумке. А вот Юрий Розанов очень быстро согласился взяться за эту работу. Его кандидатуру предложили EA и она очень понравилась представителям компании. Вся работа над озвучкой FIFA происходила в маленькой комнатушке, где Розанов и выдавал свои перлы. Большинство культовых фраз в итоге родились в процессе импровизации. Юрий выдумывал их на ходу, он подкреплял все это шутками. И сам Соловьев признавался, что работать было очень весело и очень много эпичных фраз в итоге не вошли в игру. Отворот, от печки, что называется, команда начнет свою атаку. Как ему в фильме известно говорили, там хотя бы не попал в шарик, а здесь вообще никуда не попал, ничего не в ворот. Внимательнее надо быть защитником, конечно, в передачах, сейчас в аут, потом в логе сопернику, а потом куда. Да, заговорился ваш покорный слуга, заговорился, а мяч тоже у соперника. Какое-то время EA выпускала два варианта русской озвучки FIFA. На консолях голосами игры были Розанов и Соловьев, а на ПК в паре с Соловьевым появлялся Уткин. В 2013 году Розанов окончательно обосновался и там, и там. Но спустя три года разработчики не очень красиво разорвали отношения с теми, кто и протолкнул русскую озвучку в игру. На смену Розанову и Соловьеву пришла пара гений-чечерданцев. При этом прежним комментаторам об этом даже не потрудились сообщить. Своё решение EA никак не объясняли, а Соловьев о замене узнал только из интернета. В одном из интервью Василий говорил, что зла они на компанию не держат. Розанов продолжал успешно работать на ТВ, и даже когда стало известно о его болезни, Юрий Альбертович не сдавался. И продолжал посвящать себя любимому делу. Его фирменная манера подачи и голос точно никогда не забудут. Как не забудут и фанаты серии FIFA все то, что он сделал для игры. Вечная память. Что творит Леонель Месси? Давайте подождем, чем эпизод закончится, пока непонятно. Думаю, надо битвы забивать. Встречать его уже поздовато, потому что сейчас будет удар. Пошла борьба. Плотность игры – непременная составляющая футбольного матча.